Обильное, калорийное и не всегда полезное питание в новогодние праздники никак не попадает в рамки понятия «здоровый режим дня». Ведь в эти дни завтрак начинался зачастую не с овсянки, а с оливье и жаркова. А ужин мог начаться далеко за 19 часов. В нашем новогоднем выпуске шеф-повар кафе «Карпе Ди» Михаил Цапков рассказывал, как вкусно отметить праздники. Сегодня он делится с нами рецептами разгрузочного меню. Я больше советую людям употреблять бульоны, супы. Они как бы и жирные, и легкие в употреблении. То есть никто не будет есть прошлогодний оливье, который уже набрыт, и от него станет, наоборот, еще хуже. Появится тяжесть. А если бульон, куриный, например, он как бы жирный, но он хорошо усваивается в организме. Разгрузочное питание поможет дать отдохнуть органам желудочно-кишечного тракта, которые порядком подустали за период праздничных застолий. Введите в свое меню больше воды, а также овощей и фруктов. Овощи свежие. Причем овощи, которые имеют больше воды внутри, такие как огурцы, помидоры, они более сочные и тоже более легко зайдут в организм. Они свежесть принесут. Если вы действительно поправились, это не повод казнить себя 24 часа в сутки. Факт наличия лишних килограммов говорит лишь об одном. Пришло время разобраться со своим питанием и, как следствие, с состоянием своего здоровья. В этом деле помогут профессионалы-специалисты медицинского центра ЛАДЭ. Биоимпедансный анализ расскажет все о вашем организме. Биоимпедансный анализ использует совокупность данных антропометрических, то есть, когда, например, пациент приходит на прием, измеряем объем талии, объем бедер, рост, вес, это антропометрические данные, и используется измерение сопротивления, что называется, материалов. Каждая часть нашего тела, каждый компонент имеет определенное электрическое сопротивление. И оно, жир имеет свое сопротивление, кости свое, мышцы свое, ливер, так называемый, и нервная ткань. Вот этот прибор оценивает это и все, и выдает в виде программы, которая указана в процентном отношении, в абсолютных показателях, вот эти все наши компоненты тела. Эта процедура абсолютно безболезненна. Большой плюс в том, что она не требует никакой подготовки пациента. Единственное условие – анализ должен быть проведен натощак для точности и результата. Да и времени это совсем не отнимает. Прибор сканирует сопротивляемость органов всего за две минуты. Также врачи предупреждают, за своим весом нужно следить всегда, вне зависимости от праздников. И дело далеко не в красоте. Жировая масса является пусковым механизмом очень многих патологических процессов, которые запускаются, которые вытягиваются, генетика патологическая. Именно это количество жировой ткани, количество инсулина, инсулинорезистентность. Это пусковая кнопка ядерного чемоданчика. Брещанка Ирина привыкла всегда следить за своим весом. Ее кредо – можно есть все, что угодно, но двигаться еще больше. Потому результаты биоимпедансного анализа ее порадовали. А информативность такой быстрой процедуры привела в восторг. Цель, конечно, как и у всех – это проследить за своим здоровьем, посмотреть, как ведет себя твой организм после всего, что было съедено на Новый год и Рождество в том числе. Я рада, что у меня все оказывается хорошо. А в первую очередь, чтобы выйти из, скажем так, этих сложных съеденных всех калорий, ну в первую очередь, да, нужно есть просто меньше, я так считаю. До весны еще полтора месяца. А это значит, что еще есть время посмотреть на себя со стороны и заняться своим весом и здоровьем. Главное – правильно поставленная цель и желание себя изменить. И помните, каждый человек – это то, что он ест. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания Бук-ТВ.